В наших выпусках мы уже рассказывали о проблеме, с которой столкнулись жители многоквартирного дома в Заволжском районе Твери. Подвальные помещения жилого здания на протяжении нескольких лет затоплены зловонными канализационными стоками. Люди куда только не обращались, но ситуация лишь усугубилась. Жижа так и стоит, фундамент разрушается, и теперь зловонный запах и плесень дошли даже до верхних квартир в подъездах. Пути решения затянувшейся проблемы наша съемочная группа искала вместе с депутатом Тверской городской думы Дмитрием Нечаевым и управляющей компанией, обслуживающей злополучный дом. Оксана Романова проживает на первом этаже этого дома. Не первый год она испытывает дискомфорт от удушающего запаха из затопленного фекальными стоками подвала. Но на последний год проблемы усугубились, и жить в таких условиях уже просто стало невыносимо. Все запахи идут к нам. В туалет вообще, раз открываешь дверь, там просто невозможно, как будто кто-то сходил. У меня ребенок инвалид. Все это идет в квартиру. Ребенок этим дышит. Обитатели дома на улице Фарафонова уже испробовали все способы борьбы с запахами. Несчастные жители изощряются кто как может. Я уже закрываю туалет курткой. Курткой унитаз закрываю. Людмила Бодрова тоже живет на первом этаже этого дома. Она инвалид третьей группы, сын второй. Такой вонище, как нам жить, во-первых. Мы обои инвалиды. И как нам жить в такой вот этой самой. Все подъезды уже пропитались зловонными запахами. Ведь из подвала не просто пахнет, а парит. Я на четвертом этаже живу. И вот эта вонь идет через вытяжку и в туалете, и на кухню не зайти. Ходишь из комнаты в комнату, не знаешь, куда спрятаться. А спрятаться некуда. В решении проблем этого многоквартирного дома жителям пытается помочь депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев. Контролирующие структуры делают предписания, предупреждения выписывают в адрес управляющей организации. Ну а той, похоже, как с гуся вода. То есть на практике мы видим, что исчерпывающих мер эффективных не принимается. То ли у управляющей компании ресурсов не хватает, они на это ссылаются часто. То ли настолько ситуация запущена, что просто ее уже даже вот такими силами управляющей компании в принципе невозможно исправить. Недавно депутат лично встретился с начальником госжилинспекции, после чего в доме была проведена проверка. Факты, которые изложили жители в своем обращении, были полностью подтверждены. Документы передали в прокуратуру. Там сейчас решается вопрос о принятии мер административного воздействия в отношении УКНИВА. Пока единственный способ это уже понудить управляющую компанию, в том числе с привлечением правоохранительных и проверяющих различных контролирующих структур, понудить ее к выполнению взятых на себя обязательств по содержанию дома и по ремонту внутридомовых сетей. А наша съемочная группа во главе с депутатом отправилась в офис обслуживающей организации, чтобы из первоисточника узнать о том, как разрешается ситуация и разрешается ли вообще. Вы скажите, пожалуйста, у вас нет возможности исправить эту ситуацию? У нас есть возможность. Дело в том, что все зависит от нас. По словам директора УКНИВА, проблема в дворовой канализации, которая регулярно засоряется, что произошло и на этой неделе. Это все откуда-то берется. Сети внутри домовые все исправны. Если встала дворовая канализация, выдавливает ревизию, и все, что сливают люди в унитазы и в раковины, уходит в подвал. Давление такое, что выдавливает ревизию, когда стоит дворовая канализация. Вот сегодня мне сантехник отзвонился, что опять на подпоре все колодцы. Вот сейчас буду готовить письмо водоканала, чтобы они промыли дворовую канализацию. Руководитель управляющей компании уверяет, что ситуация на контроле и меры постоянно принимаются. Но, по словам Дмитрия Нечаева, людям нужен уже не процесс, а долгожданный результат — сухой и чистый подвал. Он попросил представителя УК назвать конкретные сроки выполнения требований жителей дома. На что директор УКНИВА пообещала народному избраннику, что уже в понедельник ее сотрудники приступят к активным работам. В присутствии нашей съемочной группы отдала по телефону им распоряжение на этот счет. И заверила парламентария, что когда, наконец-то, работы по откачке жижи из подвала будут успешно проведены, она пригласит нас для фиксации этого долгожданного события. В свою очередь Дмитрий Нечаев пообещал, что не оставит ситуацию без контроля. Мы будем следить за тем, как будет разрешена многолетняя проблема жильцов на улице Фарафоновой. Об этом обязательно расскажем в следующих выпусках новостей. Ну а если у кого-то еще возникли подобные проблемы, то мы, как представители четвертой власти, также всегда готовы отреагировать на это в меру нашей компетенции.